Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Сегодня у нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике господин Алим Баэль. Мы рады видеть вас. Взаимно. Спасибо, что нашли время и вы сегодня с нами. Тем более знаменательный день, 101-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. И, наверное, хотелось бы начать беседу с вами именно с этой даты, с точки зрения того, как вы можете оценить вклад Гейдара Алиева в строительство новых отношений между Казахстаном и Азербайджаном. Да, действительно замечательно солнечный майский день. И мы с глубоким почтением вспоминаем уважаемого Гейдара Алиевича Алиева. Он действительно стоял у истоков не только независимого Азербайджана, но и у истоков современных казахско-азербайджанских отношений. Именно в период его президентства были сделаны первые важные шаги по развитию нашего сотрудничества. Например, если мне память не изменяет, это в 2001 году было подписано соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении на Каспийского моря. И вот с тех самых первых лет независимости Казахстан и Азербайджан всегда, скажем, по вопросу Каспийского моря, по его правовому статусу, по всем остальным связанным вопросам, всегда стояли практически на одинаковых позициях. Вы знаете, эти переговоры продолжаются по сей день. И переговоры между прикаспийскими государствами и Казахстан и Азербайджан всегда на этих встречах выступают с единых позиций. Это вот все начиналось именно тогда. Поэтому мы знаем, что Гейдар Алиич придавал большое значение развитию сотрудничества именно с братскими тюркскими государствами, развитию сотрудничества в тюркском мире. Поэтому мы чтим его память. И в прошлом году по решению нашего президента в Астане, в новом центре Астаны, одной из таких центральных красивых улиц было присвоено имя Гейдара Алиева. Поэтому, конечно, его роль была велика. Ну вот вы так очень тепло оцениваете, безусловно. Это очень приятно. И на самом деле Гейдар Алиев заложил вот тот фундамент взаимоотношений и в целом фундамент того Азербайджана, который и сегодня не только развивается, но движется вперед, а повторимся именно на основе той базы, которая была создана именно Гейдаром Алиевым. И в этом плане хотелось бы вас услышать, может быть, уже о современных этапе взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном. Какими вы видите их перспективы? Потому что мир меняется. Фактически на наших глазах создается новый мировой порядок. И мы видим, насколько Азербайджан, Казахстан, как вы очень четко подметили, все время во взаимопонимании. Сейчас мы видим, что и во многих, если не во всех международных вопросах, двигаются единым темпом и по одной линии. Да, ну перспективы, безусловно, самые замечательные у наших отношений. Я считаю, мы сотрудничаем по всем направлениям. И прежде всего залогом вот этого нашего успешного сотрудничества является тесный доверительный диалог между главами наших государств, которые на регулярной основе придают нашим отношениям, нашему сотрудничеству дополнительные мощные импульсы. Вы знаете, 11-12 марта этого года прошел большой двухдневно-государственный визит президента Касмжо Март Кемельча Тукаева в Азербайджан. Он посетил сразу три азербайджанских города Баку, Физули и Шушу. И, я прошу прощения, и по результатам этого визита он заявил, что его визит прошел с полным успехом. Это его дословное выражение. Он подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами, союзниками. И действительно, вот даже в ходе этого визита между нашими странами было подписано 14 важных двусторонних документов. Это при том, что за предыдущий год или два уже было подписано порядка 40 очень важных документов. То есть, очень солидный партнер. Практически все области задействованы. Да, да, да. Был сформирован. И, например, одной из новостей этого визита было достижение соглашения о создании совместного казахско-азербайджанского инвестиционного фонда. Насколько мне известно, на сегодняшний день у Казахстана с другими тюркскими странами таких фондов нет. Он создается только вот совместно фонд только с Азербайджаном. И нам было особо приятно, что Ильхам Гейдарыч в ходе визита заявил, что начальная сумма этого фонда планируется на уровне 300 миллионов долларов. Но по словам Ильхам Гейдарыч, это далеко не предел для таких стран, как Казахстан и Азербайджан. И в будущем этот уровень может быть повышен. И это дает нам возможность нашим странам участвовать в наиболее интересных экономических проектах, как на территории наших стран, так и на территории других государств региона, в Центральной Азии, может быть и в Европе. То есть мы будем смотреть, какие проекты наиболее перспективны, наиболее интересны и участвовать в них уже вместе. Это очень важный шаг. Конечно, основными сферами здесь будут транспорты и логистика, и энергетика. Но помимо этого, возможно, этот фонд будет каким-то образом поддерживать и частные инициативы нашего бизнеса, национального бизнеса. Тоже важный момент, потому что и бизнес-сообщество наших государств в очень всех взаимоотношениях. И форумы проведены, и уже эти инвестиции увеличиваются. Но вот вы отмечаете экономическую составляющую, транспорт, логистики. Ну, может быть, отдельно мы еще более широко поговорим. Возможно, затронем мы организацию тюркских государств. Но экономическая составляющая, вначале вы подчеркнули политический фактор. Но, как мы знаем, ни одно, безусловно, геостратегическое партнерство или братские взаимоотношения, они без подпитки культурно-гуманитарными мостами просто не будут иметь того развития, которого все мы ждем. И очень отрадно, что мы видим, как буквально в последние годы увеличивается именно культурная составляющая взаимоотношений. Здесь и образовательный процесс, здесь и, вот можем привести факт, центр творчества, который был открыт уже на освобожденных от оккупаций территорий. Это знаковый момент. И в наших отношениях, и для всего чурского мира, и в целом планета видит, что происходит. Как бы вы вот этот культурно-гуманитарный срез оценили бы с точки зрения подпитки наших братских и стратегических взаимоотношений? Да, действительно, в ходе, опять же, визита оба президента приняли участие в официальной церемонии открытия этого центра детского творчества имени Курмангаза, который был построен по поручению нашего президента в дар народу Азербайджана. Это очень символично. Этот центр будет еще одним символом наших братских, дружеских отношений. Кстати, обратно же казахстанская компания, которая построила этот центр, также, видимо, будет осуществлять строительство районной, центральной районной больницы в городе Физули. Ну, казахи и азербайджанцы, они принадлежат к одной большой тюркской семье. У нас одна культура, одна вера, религия, у нас духовные корни, схожие языки. Но вместе с тем, конечно, есть и отличия, есть то богатство, то разнообразие, и поэтому очень важно, чтобы наши народы на постоянной основе знакомились с разными аспектами, гранями нашей культуры, нашего искусства. В прошлом году в этом контексте мы провели с успехом Дни культуры Казахстана в Азербайджане. С размахом. Да, с размахом. Очень-очень серьезный был мир. Я не знаю, вы тоже, безусловно. Мы даже еще, когда отмечали День независимости, тоже была прекрасная культурная программа. Да, спасибо. И в этом году, наверное, осенью планируется проведение уже Дней культуры Азербайджана в Казахстане. Но помимо этого, конечно, проводится много разных других мероприятий, концертов, выставок и так далее между нашими странами. В сентябре этого года обратно же в Астане состоятся пятые всемирные игры кочевников. И мы уже получили подтверждение азербайджанской стороны, что Азербайджан активно примет в них участие. Это вот тот самый культурный обмен. Ну, вот вы очень широко описали эту ситуацию. Здесь уже мы касаемся и истории, как вы отмечаете, духовные корни, то есть национальные традиции. Мы видим, насколько сплетены, сплетены, безусловно, наши народы и наша история. Это очень важно. Но, может быть, сейчас мы могли бы расширить, но я думаю, через вопрос. Сейчас хотелось бы послушать вас и на предмет того, что Казахстан предложил площадку для переговоров Баку и Еревана. И надеемся, что вот этот шаг, он будет иметь и продолжение. Да, действительно, сегодня, вот я уже говорил, замечательный майский день. И в Алматы проходят очень важные переговоры. Это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией. И они проходят по предложению нашего президента, Хасамжо Маркемельча Тукаева, высококлассного дипломата, человека с огромным багажом. Вы знаете, вот мы уже упомянули, он был в марте с госвизитом в Азербайджане, а в апреле он с официальным визитом посетил Ереван. И вот эту инициативу нашего президента обе стороны приняли. Мы очень благодарны за оказанное нам доверие. Это показатель того, что Казахстан является надежным партнером. У Казахстана нет никакой скрытой повестки. И наш президент с самого начала заявил, что Казахстану не нужны лавры посредника. Казахстан в этом случае не является посредником. Мы просто предложили свою площадку, свои добрые услуги с надеждой на то, что наконец-то этот многолетний конфликт завершится. Тем более, что Казахстан также заинтересован в его завершении. Казахстан заинтересован в воцарении и на Южном Кавказе, и в целом в большом регионе мира, стабильности с тем, чтобы мы уже могли сотрудничать, развивать коммуникации, развивать экономическое сотрудничество на благо наших народов. Поэтому, конечно, мы будем ждать хороших новостей из Алматы. Сегодня я видел в новостях наш министр иностранных дел Мурат Абугалиевич Нуртулеу. Он буквально только поприветствовал своих коллег и дальше оставил две делегации беседовать один на один. В конце концов, эти вопросы должны быть решены между именно Азербайджаном и Арменией. И, конечно, мы надеемся на то, что будут сдвиги. Но уже, я считаю, можно назвать переговоры в Алматы успешными, ввиду того, что любые переговоры между двумя странами – это уже хорошо. И то, что Казахстану оказано такое доверие – это тоже успех, на наш взгляд. А если же будет необходимость в продолжении вот этого формата алматинского, то Казахстан, я думаю, готов и дальше предоставлять свою площадку. Тем более, что это символично. Вы знаете, в 1991 году именно в Алматы была подписана знаменитая Алматинская декларация, которая сегодня апеллирует обе стороны, и Азербайджан, и Армения, с принципами, которые они согласны. И сегодняшние переговоры, кстати, проходят именно в том самом здании, в Доме дружбы. Символически. Да. В котором в декабре 1991 года была подписана Алматинская декларация. Ну вот вы отметили очень важный момент, безусловно, то, что Казахстан предлагает свою площадку, фактически дистанцировался от посреднической миссии, от посреднической деятельности. А мы видим, как со стороны очень много внешних сил именно пытаются вмешиваться во взаимоотношения между Баку и Ереваном, и это обостряет ситуацию. Буквально вот на наших глазах мы видим отдельные внешние силы, даже та же самая Франция, которая занимает там однобокую позицию. Но что касается вот взаимоотношений между Баку и Ереваном, мы видим, что принципы Азербайджана, которые озвучены были несколько лет назад, они уже принимаются, они уже приняты. И это дает надежду, что действительно, вот в случае развития этих взаимоотношений на основе принципов, безусловно, мирное соглашение уже будет не за горами. И сейчас мы видим, что высказывается и надежда, что даже до ноября, в ноябре могут быть подписаны вот эти важные документы. Вы здесь еще заметили такой тонкий, серьезный момент по поводу открытия коммуникации, транспортной коммуникации, логистика. Мы видим, что происходит в мире. Войны не заканчиваются, к сожалению, эти войны, не заканчиваются конфликты, где-то однодневные, где-то многомесячные, где-то уже свыше года. И вот логистика, транспорт становится важнейшими стержнями в мировой геополитике. И здесь вопрос уже даже становится намного глубже, чем просто отношения между Азербайджаном и Казахстаном, потому что вы как раз говорите, что открытие коммуникации, оно даст развитие отношений региональному. То есть Центральная Азия и Южный Кавказ, а это фактически линия Китай-Европа. То есть практически у нас появляется вот этот целый новый, можно сказать, регион, вернее регион не новый, а ареал известный. Но на фоне того, что сейчас речь идет о регионализации, то есть совершенно новое наполнение получает вот этот ареал Южный Кавказ и Центральная Азия. И в этом плане хотелось бы услышать с вас взгляд на вот эту регионализацию через призму Организации Тюркских Государств, тем более к ней самое непосредственное отношение имели как раз и Баку и Астана. Да, ну, Организация Тюркских Государств была создана по инициативе на Шахстра. И было создано соглашение, а ее создание было подписано именно на древней азербайджанской земле в Нахчеване в 2009 году. Это сравнительно молодая организация, но вот за тот путь, который она прошла, было сделано уже очень многое. Организация, можно сказать, с уверенностью состоялась. И сотрудничество в рамках этой организации идет по всем направлениям обратно же. Поэтому, да, если говорить о регионализации, эти процессы очень активно идут. Как бы, ну, мы, Казахстан, Азербайджан, другие тюркские государства, мы являемся соседями, во-первых. Во-вторых, ну, скажем так, хозяевами данного региона. И нет ничего более естественного, чем развитие всесторонних отношений между нашими странами. В том числе коммуникаций различных. Ну, и плюсы, вы тоже это подчеркивали, единые корни. Единые корни и исторические, и этнические, и с точки зрения национально-духовного, ну, такого единства корней. Это, безусловно, то, что сближает, причем сближает на уровне и жителей. То есть, здесь не просто мировая геополитика. Да, мы знаем, что на самом деле там очень часто говорится, что там какие-то блоки или какие-то союзы, они создаются на основе геополитических интересов. Да, безусловно. Но, опять-таки, если нет вот этой культурной составляющей, если нет вот этой близости взаимопонимания, у нас здесь еще же и язык. То есть, фактически, вот эти корни, как вы говорите, хозяева этой земли, это действительно сближает. И тут еще один момент. Если мы будем анализировать ситуацию, которая сейчас складывается в мире, очень часто говорится о фрагментации мирового пространства. Вот эта фраза используется, фрагментация, она своеобразная. Фрагментация, где-то как бы разделение происходит. И мы видим, что отдельные попытки у ряда мировых стран есть разделить мир. Ну, легче управлять, как они считают. А Азербайджан и Казахстан показывают, что именно регионализация, созидательная работа, она может двигать не просто наши государства, она может двигать даже не просто Каспийские регионы, а в целом два этих региона как единый ареал с точки зрения выхода не только уже на Европу, а на тот же Ближний Восток. То есть, цель созидания, цель развития. Да, так точно. Именно поэтому я сказал, что вот это наше сотрудничество, оно очень естественно. Потому что это сотрудничество между братскими народами. Ну, кому еще сотрудничать, в первую очередь, если не братским народом, братским странам. И мы видим, что наши народы это очень хорошо осознают. Именно на уровне наших граждан, на уровне наших людей, мы видим, что они тянутся друг к другу. Мы видим, что вот это понимание того, что это наши братья, это наши самые близкие люди, но сегодня уровень вот этого понимания, он очень и очень высок. И в этом контексте, конечно, важно и формировать общее информационное пространство. Также я знаю, что вот ваш канал смотрят в Казахстане с большим интересом. Спасибо. Очень приятно слышать. Ваш канал, ваши передачи. Передачи действительно очень интересные, аналитические. И в Казахстане с интересом смотрят. Совсем недавно, обратно же, по вашему каналу я смотрел казахский, казахстанский сериал. Постоянно. Корхатата, Деде Горкут. То есть, вот такой обмен, он очень важен. Мы должны обмениваться фильмами, сериалами, какими-то передачами, телемостами. И наши каналы должны вещать. Казахстанские каналы в Азербайджане, азербайджанские каналы в Казахстане. Это тоже очень сильно сближает страны. И у нас вот сейчас есть тоже проект по идее снять совместный казахско-азербайджанский художественный фильм. Потому что нам есть, что показать. Безусловно. Касательно наших отношений. Наши соответствующие структуры сейчас этот проект обсуждают. И история богатая, и отношения богатые. И здесь вот вы, если следите за передачами на нашем канале, вот в рамках нашей программы, очень часто принимают участие эксперты из Казахстана. Причем мы стали подходить чуть-чуть и по-другому. Это не означает, что мы только рассматриваем Азербайджан, Казахстан или, скажем, ОТГ или те события, которые касаются Азербайджана или Казахстана или Центральной Азии и Южного Кавказа. Мы приглашаем казахстанских экспертов именно даже на те передачи, где мы обсуждаем мировую геополитику. Близний Восток, скажем, какие-то проблемы в том или ином регионе. Элементарно там Ж-20, Ж-7. Страны НАТО, вот собираются министры иностранных дел, мы анализируем. Потому что мы видим, насколько ситуация, которая происходит в одном регионе, она тут же откладывает свои какие-то там щупальца и в другом. И все время мы видим попытки с учетом того, что и Азербайджан, и Казахстан это очень богатые природными ресурсами государства. А сейчас еще здесь и зеленая энергия, развитие перспективы. Очень много, так сказать, глаз сюда приковано. И, к сожалению, попыток иногда и дестабилизировать ситуацию. Но вот здесь, что интересно, на сегодня Азербайджан и Казахстан зарекомендовали себя государствами, которые, несмотря ни на какое давление извне, ни на какие попытки шантажа, ведут свою линию. По укреплению суверенной позиции. Причем и на международной арене. И когда даже вопросы не касаются напрямую нашего региона. То есть это своего рода сила. И мы видим, что это практически новые появляются силовые центры в лице и наших государств, и самого региона. Как вы видите вот этот момент? Да, в последнее время популярен стал такой термин срединное государство, среднее государство, страны средней силы, средняя держава, в общем, middle power по-английски. И вот Казахстан и Азербайджан как раз таки подпадают под это определение. Более того, по-моему, в начале этого года один из известных немецких аналитических центров, он официально включил Казахстан в категорию этих middle power. Ну, там предоставляется обстоятельная аналитика, почему это именно так. И в том числе анализируется многовекторная внешняя политика Казахстана. Говорится о том, что Казахстан успешно взаимодействует со всеми центрами силы мировыми, и с Россией, и с Китаем, и с США, и с Евросоюзом, с другими странами. У Казахстана нет проблем с ближними, с дальними соседями. То есть такая успешная внешняя политика. И в этом смысле внешняя политика Азербайджана тоже схожа с внешней политикой Казахстана. Мы всегда, наши страны, выступаем за конструктив, за позитив. Мы всегда нацелены на взаимовыгодное сотрудничество. Мы являемся ответственными членами международного сообщества. И поэтому миру сегодня на самом деле нужны такие страны. Пример таких стран, как Азербайджан и Казахстан. Стран проактивных, стран ответственных. Стран, нацеленных, как я уже сказал, исключительно на взаимовыгодное сотрудничество. И стран, обладающих не только соответствующей волей, политической волей, но и обеспеченных также соответствующими ресурсами. То есть и у Казахстана, и у Азербайджана есть соответствующие ресурсы для того, чтобы совместными усилиями преобразовывать, трансформировать наш регион на благо всех народов. Ну, самое главное, вот вы отмечаете как раз-таки и такой момент, что и Казахстан, и Азербайджан – это государства, которые опираются на международное право. На сегодня значимый минус мировой геополитики, что страны, которые себя считают первыми, которые очень часто любят получать, получается, что у себя в стране даже не соблюдается ни права человека, ни какие-то нормы международного права. И как-то президент Азербайджана Эльхам Алиев, он высказал такую мысль, что вот есть такие резолюции ООН, которые решаются за 28 минут, а есть те, которые не решаются 28 лет. То есть и тогда международное право используется с точки зрения того, чтобы решить, обеспечить реализацию этого международного права. И здесь как раз вот то, на что вы обращаете внимание, у нас взаимопонимание и на международной площадке именно на основе международного права, причем ни ОТГ, ни, скажем, азербайджанно-казахстанские отношения, ни в целом отношения Южный Кавказ и Центральная Азия, они не направлены против третьих сил. Они как раз направлены на созидание сближения. Ну, сейчас такой вопрос еще возник в свете того, что вы говорите. Мы видим, к сожалению, в мире исламофобию. Мы видим и тюркофобию. Мы видим попытки отдельных сил вот стравливать народы и провоцировать какие-то геополитические коллизии. И здесь, безусловно, и Казахстан, и Азербайджан являются примером немножко с другой стороны. Этническое многообразие, конфессиональное многообразие – это то, что позволяет нашим государствам быть крепкими изнутри. И вот эта крепкость изнутри и дает возможность укрепляться и на международной арене. Вот с этой точки зрения, как вы видите ситуацию. Ну, конечно, да, вы уже, в принципе, сами рассказали, что и Казахстан, и Азербайджан демонстрируют такую очень успешную модель этнического согласия, межконфессионального согласия. И в Азербайджане, и в Казахстане проживают различные этносы. Люди исповедуют различные верования, и все живут свободно, изучают свои языки, изучают свою культуру, верят в то, во что хотят, отправляют свои религиозные культы. В Казахстане, вот мы всегда говорим, порядка 130 различных этносов. То есть, скажем, на момент обретения нами независимости в Казахстане проживало почти миллион немцев. Ну, вот, как бы, если вот так подумать, где Казахстан и где немцы. Но, тем не менее, Казахстан, особенно в годы репрессии, приютил большое количество различных народов. Целые народы, вы знаете, тогда депортировались, выселялись. Печальнейшая страница, тяжелейшая страница истории. В том числе, в Казахстан было депортировано очень много азербайджанцев. Сегодня азербайджанская диаспора является, сообщество азербайджанцев в Казахстане является одним из самых активных сообществ. Насколько мне известно, порядка 150 тысяч азербайджанцев проживает в Казахстане. Разные цифры называются. Самое главное, это то, что им там комфортно. Важнейшим показателем, чего является тот факт, что число азербайджанцев с момента обретения независимости Казахстана не сократилось, а наоборот увеличилось. Я считаю, это очень важный показатель. Здесь еще такой момент очень важен. Например, в Казахстане не говорится «народы Казахстана». В Казахстане говорится «народ Казахстана». То же самое и азербайджан. Азербайджанский народ. То есть это включает и все этносы, и наша многоконфессиональность, которая позволила создать железный кулак, которая и обеспечила возвращение оккупированных территорий. То есть достижение этого результата произошло благодаря единству нашего государства, единству людей вне зависимости от национальной, религиозной принадлежности и места проживания. А в целом, я вот отмечу, мы вступили в такой очень турбулентный период в мировой истории. Действительно очень сложный период. И в этот период будут выживать, обратно же, это мое личное мнение, именно те страны, где есть единство, где есть сплоченность, и где есть единство, в том числе между народом и властью. Вот если народ и власть, они объединены одной целью, тогда вот эти вот страны, именно эти страны будут выживать в этих сложных условиях, я считаю. Кстати, здесь тоже, вот опять-таки, показатель и Азербайджан, и Казахстан, вот это единство, или можно сказать, единение, оно реально. То, что мы сейчас видим противостояние в различных странах мира, оно приводит к очень серьезным катаклизмам внутри страны. Не важно, там речь идет о пенсионной реформе, не важно, там речь идет о движении фермеров, не важно, там речь идет о субсидиях и так далее. Но мы видим столкновение интересов, как внутри той или иной организации, так и внутри той или иной страны. И вот удается и Казахстану, и Азербайджану, безусловно, поддерживать вот это вот единство, которое и двигает вперед и наше государство, и в то же время регион. И еще хотелось бы, наверное, возможно, последний вопрос о диверсификации. Вот мы видим диверсификацию, в мире об этом говорят, но мы ее не видим. Там какое-то направление, вот есть такое впечатление, что вот это хорошие, это плохие. Вот так по-детски скажем. Азербайджан и Казахстан демонстрируют, что диверсификация, она не только в экономике, она не только в политике, она везде. В той же самой культуре. То есть, например, Азербайджан оказывает содействие с Ватикану или великотырного древней столицы Болгарии. То есть абсолютно не мешает. Это наоборот помогает. Вот опять мы возвращаемся к этому важному вопросу. И недавно был проведен форум крупнейший. В Азербайджане глава государства принимал лидеров различных конфессий, не только из Азербайджана. Но в Азербайджане это постоянно. Наверное, вот как вы говорите, это единение, единство, все же двигатель мировой геополитики должен стать. И тут Азербайджан, естественно, может быть, как и Казахстан, примером. Да. Ну вот то, о чем вы сказали, это на самом деле такая очень тюркская особенность, открытость всему миру. Мы, тюрки, на протяжении всей своей истории всегда были открыты всему миру различным влиянием, различным культурам, взаимодействию с различными странами. И вот это вот все, видимо, в нас так же живет, продолжается. И это, наверное, один из компонентов нашего успеха. Ну, а в целом, если обратно же возвращаться к казахско-азербайджанским отношениям, то наши страны действительно сегодня, находясь по обе стороны Каспийского моря, являются локомотивами, я не побоюсь этого слова, регионального развития. Это и мы совместно реализуем очень крупные проекты, которые важны не только для нас самих, но и для всего региона в целом. Это и начавшийся в прошлом году транзит казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана. Это и проект по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Вот буквально, по-моему, на прошлой неделе прошла очередная встреча соответствующих наших министров по реализации проекта по прокладке уже электрокабеля по дну Каспийского моря. Вы знаете, что Азербайджан очень активно работает с рядом европейских стран по прокладке энергетического кабеля по дну Черного моря. И сейчас аналогичный проект тоже будет осуществлен в Каспийском море с тем, чтобы мы, Казахстан, Узбекистан, имели возможность экспортировать, вы упомянули, зеленую энергию, экспортировать именно зеленую энергию из наших стран посредством Азербайджана в сторону Европы. Это крупнейшие проекты, важнейшие проекты. Ну и, конечно, важнейшим элементом нашего сотрудничества является совместное развитие срединного коридора, так называемого ТМТМ. Мы его еще называем транскаспийский международный транспортный маршрут. И, наверное, настало время уже говорить о предании этой инициативе ТМТМ я имею в виду какого-то международного статуса уже о подписании соответствующего соглашения, возможно. Поэтому, ну, возвращаясь к двусторонним отношениям в ходе вот этого визита, мартовского визита, Хасмужа Март Кемельча в Азербайджан, также, я считаю, это исторический момент, состоялось первое заседание высшего межгосударственного совета между нашими странами. То есть, все это демонстрирует то, что действительно наши отношения вышли на качественно новый уровень. Ну, смотрите, если мы внимание на нашу с вами беседу, мы охватили практически все области. То есть, как мы говорили, тут политика, экономика, культура, бизнес. И еще один вопрос, безусловно. Мы видим укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном на ниве безопасности и вопросов обороны. Тоже важный момент, особенно в условиях сегодняшней, как вы говорите, геополитической турбулентности. Если можно, и этот вопрос затронем. Ну, в мире очень неспокойно. И в этом контексте, конечно, Казахстан и Азербайджан вместе работают и над укреплением своей обороноспособности, над укреплением своей безопасности. Между нашими соответствующими государственными органами, структурами налажено тесное взаимодействие. В прошлом году, скажем, министр обороны Казахстана посещал Азербайджан, министр обороны Азербайджана посещал Казахстан. В этом году, наверное, тоже будет встреча между ними. В прошлом году в первый раз мы провели впервые в истории вообще совместные учения, военные учения. Это были военно-морские учения именно. А в этом году в Казахстане они прошли в Азербайджане эти военно-морские учения в Баку. А в этом году летом в Казахстане состоятся большие многосторонние военные учения, где примут участие ряд центрально-азиатских стран и Азербайджан. То есть там будут, насколько мне известно, и морская, и воздушная, и сухопутная компоненты. То есть мы, конечно же, работаем над укреплением своей обороноспособности, безопасности. Но, опять же, вы очень правильно подметили, это не направлено против кого-либо. Речь идет только об укреплении нашего суверенитета, нашей независимости. Уважаемый господин посол, хотелось бы вас поблагодарить за такой очень интересный и важный рассказ. Сейчас вы поделились той информацией, которая очень нужна, важна зрителям нашего телеканала, потому что это взгляд изнутри. И очень важное замечание, безусловно, на что мы несколько раз обращали внимание, наши государства работают на созидание. Это то, что двигает и должно двигать мир. И мы в этом плане схожи, мы едины, и мы демонстрируем, что действительно мир может и должен двигаться вперед именно на фоне взаимоотношений братских, добрососедских. Это то, что помогает и народам жить не просто в мире, а укреплять стабильность. И то, что вы подчеркнули и обороноспособность, новые веяния в этом ракурсе тоже дают как раз таки надежду и уверенность в завтрашнем дне для наших государств. Спасибо за участие в нашей передаче и повторимся вот в такой знаменательный день для азербайджанского и для народа и для всего циркского мира. Это символично, что именно 10 мая, вот я сейчас думаю, символично, что именно 10 мая также проходят эти переговоры. Безусловно. Поэтому спасибо вам, Рахмет Саволун. Спасибо. Еще раз благодарим вас за 101-ю годовщину рождения общенационального лидера Гейдара Алиева мы встретились и вот то, что вы подчеркиваете сегодняшнюю вот казахстанская площадка безусловно для переговоров тоже важнейший как раз таки момент. Напоминаем, что с нами сегодня был срезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Алим Баэль. Оставайтесь Сибиси, следите за аспектами иностранных дел, будете в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова